Первый этап. Присылаю 200 с этим самым сеянцем. Вот я их посадил в землю каждые несколько лет. Это тупиковый пока путь, но так как многие хотят... А, да, я получал заказы. Павел Шелкович уже давно знает. И фильмы были, и фотографии, и всё было. И учёба, как и у карьеры, всё было. Но дело в том, что я должен сказать, что ко мне обращались за семенами, а я не хотел людей подводить и семена не высылал. Сейчас объясню почему. Итак, 200 сеньцев почти все взошли. Посадил густыми, так примерно, 30 на 20. Почему? Ничего хорошего не ждал. Первый год выросли мало. Некоторые верхушки только вылезли на дурам снега. Я их не прятал, снег сам не закрыл. И эти верхушки отмножили. На второй год они ещё сильнее подросли. И опять верхушки отмножили. И только после третьего года, примерно на 15 сантиметров верхушки не замёрзли. Остальные опять отмножили. И вот так, и вот первый этап селекции, я выделил из этих 200 наиболее, наиболее марно-стойки. И, казалось бы, впереди трюм. Я надался деньгам всегда. Я предупреждал, что там будут и мужские, и женские. И мужские не будут плодоносить. Они будут, женские будут. Вот. Причём их надо садить вместе. И что получилось? Получилось у меня вот такое расслоение. Я продавал по одной, по принципу. Что будет потом? Я продал 10. Все 10 выросли. В разных садах. Но я следил за всеми. Больше всего мне понравилось в Ачурах, где холоднее намного. В Шелковице не замёрзли. Мне это так удивилось. Спасибо, Ачуре. Кедров 30, наверное, от города. И такое место, где я каждый год-то в 40 и больше. И вдруг... И вот тогда мне женщина пожаловалась. Я встретил в автобусе, уже забыл. И не знал. И вдруг Олег говорит, да это я. Что там дальше было? Господи, не поверите. Она говорит, плодоносят белое и чёрное. Как? Правда? Что? Ну, правда, плоды мелкие. И вот действительно... А, птица поселилась. Нам не жалко её. Отогнать не можем. А стрелять не хотим с мужем. Вот. И она клюёт, клюёт, клюёт. Одна птица клюёт, клюёт. Я быстренько адрес. Я приехал к ней. Встреча в автобусе была. Буквально в середине. Вижу, вот мои шелковицы, совершенно не замёрзшие. Одна белая, одна чёрная. Но радусирование было дикое. То есть, морского дерева рядом не было. Обе брызги. Одна и другая. Плоды мелкие, мелкие. Я от спитерез к этому потерял. Вот. И одно из тех, которые я оставил у себя, да, общая получилась, как это называется, статистика. Следующая. Итак, моих десять шелковиц проданных. Пять не плодоносили никогда. В будущем опять плодоносили. Остальные были ещё три чёрные. И все они мелкие-мелкие. То есть, полный интерес потерял. А я всё ждал. Вот видите, вот на фотографии. Фотография сделана давно, в каких-то 90-х годах. Вот. И я ждал чуда и не дождался. Она наконец выросла размером с эту баню. Вот. И ни одного плода я понял. Надо было оставить себе мужское дерево. А я уже успел чёрнковать её и утренировался чёрнками. Но я не знал, что оно мужское и бесплодное. И потом мне пришлось и его выпилить, уничтожить, и молодые, там, двух-трёхлетние укоренённые шелковицы в предложении мужского рода. То есть, моего винового чашки ни одного плода я так и не попробовал. Потом случилось чудо. Вот. Я рассказываю подробно, потому что четвёртая серия. Хотите дослушайте, хотите нет. Многие интересуются, откуда. У меня уже было такое, что так же, как этот персик. Меня пытались убедить, что это не мой персик. А у меня случилось чудо в том, что я... Меня попросили в посёлке Сизайя читать лекцию до садоводов в новообразованном клубе именно Ирыгина. Я попросила сама сестра Ирыгина, нашего национального героя, олимпийского чемпиона и прочего. Вот. В новой школе, которую в современном построил Бушков. Хоть это деревня древней, но вот такое случается чудо. Я читал лекции, добираться было тяжело, когда на лодке резиновое, когда через эту самую... Через плотину, но пешком. И это была самая морозная зима за все 45 лет, что я отвезел. Длительные морозы 40 и до 40. И на этой лекции мне дали адрес. Местная учительница, пожилой. О которой я рассказывал долго, упорно вам обнаружил. Персик Хасанский. Вот. И... Уже потом, когда я приехал летом отслеживать персик, я разул глаза. Шелковица. Мерзлая невероятно. Тоже там, да, это снега. Чуть-чуть выше снега немножко, все потеплила жизнь. И вот она отросла такими этими клочками. Ах! И на ней были настоящие плоды. Вот это. Вот это. Это долго у меня было единственное дерево. Вот. Вот эти вот плоды. Я был в шоке. Вот. Попросил, встал на колени, нарезал свинку. Вот. И теперь триумф пошел. Вот это и есть триумф. Вот. Вот. Это незамерзающие шелковицы. Ой, там на Урале в этом году страшная вещь. Уже не только один. Элипсейко написал, что померзли почки. Т-т-т-т-т-т. Страшная неврожая по всему Уралу прошел. Вот. А шелковица плоды ночи. Это ее выделило как феномен. Я феномен представил. Вот. Вот. И способ укоренения представил. Но. И как. И мне эта благодарность была за то, что я добирался. Мерз как собака. Но я ими отзываю 30 километров. Вот. И это было не береги, не сея, не загрязающие. Потому что это были предгория. То есть от берега где-то не меньше напрямую километра, полутора. Там туда выше горы. И там настоящие жуткие морозы. И ни сей ни при чем. И вот эта пусть она в нее подмерзшая. Но я свой клад внес. Прошли годы. Адаптация закончилась. И внимание. Вот она моя шелковица. Вот она. Это уже у меня на дальнем входе гора. Бор. Вот. Для линии электропередач. Всегда можно идти. Все. Подведу к шелковице. Скажу. Вот вам фотография на экране. Вот вам фотография. Вот она жизнь. Гора Амыл. Вот. Сосновый бор перед ней. Линия электропередач. Вот она моя шелковица. И. Значит. Я считаю что так получилось. Это обидно и было страшно. В каком плане. Я вчера нарезал первые 23 черенка на 5 посылок. Вот. Вот с этого дерева. Но до сих пор у меня единственное. Не считая что я себе посадил несколько штук. Все таки не выдержал. Посадил. Ну и все. Второй год. Так вот. Когда то я продавал черенки. Также вам рассказывал. Я заказывал. Каждый год. Несколько человек. Заказывал в середине лета. С листьями. И. После этого. Однажды она у меня зачахнет начала. Я оставил в покое. Три года черенков не резал. Она восстановилась. Вчера срезал 20 черенка. И. Рискую что она снова начнет чахнет. Черенки по 200 рублей. 5 черенков человек заказывает. Я значит. За это прошу 1000 рублей за 5 черенков. И за пересылку. Ну. Совсем рядом. Ладно. Но. Если далеко то обычно это 500 рублей. Вот. Заказывайте. Сейчас еще не поздно. Потому что. У меня теперь подрастает второе поколение. Я теперь не боюсь что у меня дерево угроблю. А деньги нужны всегда. А для вас это шанс. Это феноменальное дерево не имеющие равное на всей планете. Но так сложилось. Самые морозостойкие в мире эти. Сенцы минусинского персика у меня. Самые морозостойкие в мире привитые эти самые. Эти самые. Персики хоросанские у меня. Самые морозостойкие в мире и одновременно самые крупные в мире абрикосы у меня самые роскошные сливы и морозостойки одновременно у меня вот ну и теперь чтобы уже не быть совсем ля-ля-ля итак если приобретете эти самые, еще раз повторю еще расскажу коротко на вебинаре, вебинар завтра в понедельник присоединяйтесь, потому что там таких тем множество итак, вот так выглядит фрагмент шелковицы, кто у меня получит ветки, вот так разрежет листья дадут гарантию что будет укоренение вот вот это я укореняю это мой вариант вот, под этим, под навесом и под бутылками у меня схожи 100%, то есть все живы потом вот это вот уже естественно, что так получилось что у меня в качестве рекламных не рекламных, а учебных фотографий у меня не шелковица, а смородина то есть берем шире смородина крыжовник жимолось и шелковица вот эти четыре вида я прекрасно укореняю вот с таким результатом вот с таким вот и вот с таким вот фотография сделана через 11 мест после укоренения то есть укоренение июль вот такие потом небольшие ну такие размером 5-10 бывает 15 сантиметров до осени и это видите еще и месяц уже прекрасные плоды закладываю святочные почки на второй год почему? потому что и жимолочь и шелковицу и смородину и крыжовники я беру со звезды гилеров и со второго года плоды вот учеба бескорыстная доставайте где хотите укореняйте сами но самые мировоззрительные в мире это уже вот теперь и латинковый добавим теперь значит варианты укоренения под темными бутылками с навесом не хочется возиться вот временный навес на месяц полтора а потом он убирается и они буквально растут очень быстро на солнце навес и бутылки убираются через полтора месяца месяц полтора вот результат это то же самое ну допустим доля риска совсем таки яркое жаркое солнце все таки могут подгореть вот ну в принципе у меня и так получается вот ну а дальше уже пошла совсем другая тема вот и надо нам заканчивать этот разговор потому что все хорошо по меру вот наверняка что-то упустил наверняка 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 так еще раз полюбуемся на эту сладкую парочку наверняка так так не хочется оставаться друзья так не хочется еще раз заглянуть туда где страшная вещь страшная вещь с или так из интернета они под московь и вот сейчас нажал они среагировали Здравствуйте, я готов ответить на все ваши вопросы, что вас интересует Я уже столько раз Помните? Да, у нас есть абрикосы А почему фотографию с интернетом? Давил, давил, давил результат Ну, вы знаете, наши абрикосы не плодоносят Тогда возникает вопрос, откуда косточки берут В общем, забрали все А это я вам оставляю Знаете как? Я вас попрошу, помогайте, ребята Вот она Шелковица Допустим, мы вернулись чуть-чуть обратно Почему? Потому что Давайте посмотрим, где у них это Вот, видите Агромаркет Сейчас мы посмотрим, где у них телефон Плюс 7 495 Это код 1283972 Пожалуйста Вот Кто-нибудь спросите Откуда дровишки? Где ваш этот Шелковичный сад В средней полосе России? Я пока не знаю ни одного Не знаю Вот Это значит, что Она наверняка Это Шелковица Эта длежит Привезена с юга Скажете Они обидятся Аргомаркет Скажут Нет Вот Вы позволите Скажут Вот фотографии Не только вот такие вот Потому что у них Никогда не бывают Фотографии Сада Матышевого сада Отсюда подозрение Что матышевого сада Не существует Просто не существует Вот так, друзья Даже в эти Вот они Смотрите А куда бы еще Заглянуть Сайенс и абрикосы Ну-ка Это моя любимая тема Это моя любимая тема Ну Абрикос черный Подмосковье А ну-ка посмотрим Найти изображение В Яндексе Это Величайшая ветка У меня есть Вот смотрите Ну что Ничего брать То, что это Ваша фотография Когда будете Звонить Спрашивать Задайте первый вопрос Первый Почему фотография Не ваша В интернете Ну что Привета Тогда Откуда Дровишки Все, друзья Я заправляюсь Потому что Нас Дурят так Что Все Все Из Тысячи Погибает Тысяча А деньги Выложены Из 100 тысяч Погибает 100 тысяч Ну У меня завтра Вебинар Я эту тему Еще продолжу Просто На свою беду Попалась Вот эта вот Фирма И везде Подмосковье И все Тут же Кто-то уже Шарапугой назвал Кто-то Не знает Что такое Шарапуга Ни одного Шарапуги Нет Ни одного Матричного Сада Абрикосов Ни одного Персиков Ни одного Подмосковья Черешни Ни одного Вот А наберите Фото Черешни Подмосковья Что только Не увидите Все, друзья Это получается Четвертая серия Подмосковья Долго я говорю Все Выкругляюсь Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует